Ювенальные судебные приставы в Восточно-Казахстанской области уделяют особое внимание вопросам, связанным с детьми. Специалисты подчеркивают, что несовершеннолетним ни в коем случае нельзя причинять вред. О том, как ответственное учреждение ведет активную работу в этом направлении, вот уже 10 лет в следующем сюжете. Основной задачей ювенального суда является эффективное и справедливое осуществление правосудия, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, повышение правового воспитания подрастающего поколения, обеспечение справедливости и уважения к закону. Также в рамках учреждения рассматривают дела родителей, не занимающихся воспитанием своих детей. Судом по делам несовершеннолетних рассматриваются административные, гражданские и уголовные дела, центральным субъектом которых являются несовершеннолетние их права и законные интересы. Мы считаем, что одна из основных причин, по которой подростки совершают уголовные преступления, это то, что родители недостаточно времени и внимания уделяют своему ребенку. То есть подросток не находится под присмотром и не общается с родителем. Также дети из неблагополучных семей часто совершают преступления. Есть такая тенденция. В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних номер один в Восточно-Казахстанской области работают около 10 специалистов. Они ежедневно имеют дело с семьями, внутри которых вспыхивают ссоры, решают конфликтные вопросы и призывают к миру. В учреждении есть несколько кабинетов, в стенах которых происходят консультации. За последние два года эти комнаты посетили 132 семьи. Общая уголовная ответственность у подростка есть с 14 лет. Однако возраст от 14 до 18 лет подразумевает отсутствие наказания в виде лишения свободы. Вместо этого часто применяется наказание в виде ограничения свободы. «Мы здесь проводим большую работу для того, чтобы защитить права несовершеннолетних и поставить их на правильный путь». Примечательно, что в этом году ответственному учреждению исполняется 10 лет. Работа, которую за это время провели судебные специалисты, действительно огромна. В прошлом году сюда было направлено 187 дел несовершеннолетних, и практически все из них решились положительно, отмечают эксперты.